Микс Ньюс Добрый день! Сегодня вторник, День Добрых Дел на Радио Болтком. Традиционно у нас в эфире программа «Зелёная лампа». Это программа о тех, кому нужна наша помощь и для тех, кто хочет помогать. И веду её сегодня я, Рита Трошкина, наш звукорежиссёр Родион Золотарёв. Гостья сегодня с нами в студии по скайпу. Помогает включать нам «Зелёную лампу» актриса, телеведущая Ирина Безрукова. Здравствуйте, Ирин! Здравствуйте! Очень рады вас видеть. Спасибо, что вы согласились помочь нам. Наша программа сегодня помогает шестилетней девочке, шестилетней рижанке, которую зовут Ксения. Там такая проблема, что девочка не слышит с рождения. Она глухая с рождения, поэтому она не может говорить. Две операции перенёс этот ребёнок уже в 2,5 года и в 4,5. Две тяжёлых операции, ей были вшиты импланты, и звуки она стала слышать, но речь у неё так и не развита. То есть она очень хочет говорить. Это чудесный ребёнок, такая худенькая, кудрявая, с огромными глазами, которые с большим любопытством смотрят на мир. И в принципе у неё есть потенциал для того, чтобы она могла говорить, потому что мама была с ней на обследовании в Питерском институте специализированном, лор-НИИ. И там сказали, что да, это возможно. И вот в Латвии ей помочь не могут, просто нет такого опыта. И вот именно с этой целью мы включаем наш телефон благотворительный 930-6384. 930-6384, евро 42 цента, звоночек, чтобы собрать денежки на курс лечения шестилетней Ксении. Всего нам нужно 2800 собрать, и как только карантин закончится, девочка с мамой сможет пройти это лечение и совершенно качественно улучшится её жизнь. Спасибо всем большое. Напоминаю, что с нами сегодня Ирина Безрукова, актриса, любимая нами. В её арсенале, репертуаре, в её багаже десятки, десятки сыгранных ролей, запоминающихся прекрасных, более 30 точно. Вы нам сейчас, Ирина, скажете точно, как это есть. Кроме того, она участвует в социальных проектах во многих, и кроме того, она является тифло-комментатором высшей категории. Вот что это такое, об этом мы тоже сегодня поговорим. То есть всего таких людей, наверное, 20 в России, может чуть больше. А таких, как Ирина, вообще она одна. Но мы все в единственном экземпляре на этой планете Земля, поэтому мы все эксклюзивны. Я действительно такая одна, это правда, как и вы. Да. Но я хочу начать немножко с другого, с вашей цитаты. В ваших социальных сетях, вот на Фейсбуке, вас там много, и в Инстаграме вы часто пишете что-то, и на Фейсбуке. И вот там такая вот цитата была недавно «Предлагаю наполнить этот день позитивными эмоциями. Пусть весна выдалась не такой, как мы себе представляли, но это хороший урок. Мы научились быть гибкими, мы смогли приспособиться к новым условиям. Весной пробуждается природа, и это чувствуется даже из окна квартиры. Я наблюдаю красивый закат, и это прекрасно». И дальше вы просите, назовите три слова, с которыми у вас ассоциируется весна. Вот, Ирина, назовите вы, пожалуйста, ваши три слова. Мы начнём с позитива. «Радость, надежда и обновление». Да, «Радость, надежда и обновление». И мы сейчас попросим наших радиослушателей тоже вспомнить, подумать на секундочку и назвать свои три слова. Мы их не услышим, но вы для себя их назовёте. И запомните, что это определяет ваше отношение к жизни, а, соответственно, и то, как жизнь вас принимает. И это взаимный процесс и относится к вам. Правда, Ирина, вы согласны? Да, я согласна абсолютно с вами. Ну вот нас сейчас могут покритиковать, сказать, что всем так тяжело, там кто-то очень мучается, страдает. Мы это прекрасно всё знаем. И у нас программа такая, что мы рассказываем о тех, кому тяжело. Но всё-таки хочется поговорить о другом. Почему нельзя пускать в свою жизнь негатив? Почему надо стараться поменьше негатива, побольше позитива? Вот есть какие-то основания у вас личные? Скажите, расскажите, пожалуйста. Я много размышляла на эту тему. Ну, во-первых, я нахожусь в карантине в Москве, не на даче. У меня нет дачи, я нахожусь в квартире. Так как и миллионы граждан, по их стране и других стран, по всему миру. И поэтому я прекрасно знаю, что они чувствуют, как это. И в целом, конечно, стараюсь сохранять позитивное настроение. Ирина, а вот задача искусства в этой связи с тем, о чём мы говорим. То есть искусство, оно сейчас должно что нести больше? Потому что в моде ужасники всякие. Киноэкраны заполнены фильмами, которые не поднимают настроение, как правило. А также и спектакли не все радуют своим таким позитивным настроем. Как вы считаете? Многие мои коллеги, которых я очень уважаю, которым я прислушиваюсь, они считают так же, как я. Искусство, что бы ни происходило на экране или на сцене, должно приводить к свету или к надежде. Потому что был такой у меня опыт. Я была членом жюри нескольких кинофестивалей. И когда смотришь, что «Артхаус» на шестом фильме фактически погружается в депрессию. После, я не знаю, пяти картин талантливых формата «Догвили», я не знаю, может ли вообще быть в сценарии. Искусство, оно… Это не то чтобы оружие, это мощная сила. И когда я выбираю сценарий, я смотрю, что про что и к чему это приведёт. Потому что опыт человеческий может быть разным. Человек может опускаться очень низко, с тем, чтобы потом понять, что ему нужно встать и идти. Человек может пережить невероятные вещи. Ну вот как тот разбойник, которого Христос буквально за несколько секунд сравнял с собой. Дело в том, что главное — принять решение и не поступать так, как не нравится, так, как это неправильно, так, как это разрушающее для других. И просто отказаться от этого. Я считаю, что искусство, оно способно исцелять. Потому что, к примеру, мы с друзьями обмениваемся фильмами. Я пересмотрела очень много воодушевляющих картин за это время. Вчера я посмотрела старый фильм «Ангел Майкл» с траволтой. Главная роль, наверное, многие его видели. «Прекрасное доброе дно». И в целом я начала с картины «Бенинии. Жизнь прекрасна». И она непростая, да, она не совсем лёгкая. Но речь идёт как раз о том, для тех, кто не видел, что в любой ситуации можно создать свою реальность. В этой реальности подарить радость близкому человеку, даже в концлагере. Это казалось невозможно, но это невероятно трогательная, очень сильная картина, и я люблю такое кино. Ну вот есть, спасибо вам за этот рассказ. Есть такие трагические произведения, картины и книги, в которых вроде бы тяжёлые сюжеты. А, ну как сказать, можешь смотреть вниз, а можешь смотреть вверх. И вот когда тебя заставляет это произведение вверх глаза поднять, это уже, конечно, совершенно другое дело, совершенно другое влияние. Вот прежде чем спросить, задать вам вопрос о тифло-комментировании, я хочу попросить вас один фильм ваш вспомнить немножко. Потому что сегодня мы рассказываем о девочке, которая не слышит с рождения. Это, конечно, трагедия для родителей. И почему это произошло, никто не может сказать. У неё, да, импланты вживлённые сначала не давали никакого результата, потому что там нерв повреждён слуховой. Но вот после второй операции она стала слышать громкие звуки, а речь ещё не развита. То есть это всё так связано. У вас был... Да, мы просим... Наш телефон включён для шестилетней Ксении, чтобы помочь ей начать разговаривать. Телефон 930-6384. Я буду периодически его напоминать. Прошу вас вспомнить фильм, в котором вы снимались, по-моему, называется «Балерина». Да. Да, там как раз у вас по сюжету вы играли хореографа, преподавателя хореографического училища. Картина в рабочем варианте называлась «Балерина». Она получила гран-при Казахстана, короткого метра в Астане. И был потрясающий конкурс под названием «Позитив». 10 молодых, совершенно малоопытных режиссёров, депутантов снимали «Короткий метр». И меня пригласили в Астану, сейчас этот город называется Нор-Султан, для того, чтобы я сыграла в этом фильме. Спросила, почему меня? Там по правилам, по условиям нужно быть один иностранец. А поскольку я из России, а это Казахстан, получилось, что я иностранка, как меня можно пригласить? Я сыграла главного хореографа. И у вас имя было говорящие? Любовь. Астана Балет, да. И это женщина, которая свою личную жизнь абсолютно закрыла, и у неё глухонемый сын. И она в него не верит. Но к концу картины он ей доказывает мягко, с любовью, то, что он гениальный танцовщик, и мама просит у неё прощения. Очень трогательное кино. И если поискать, можно найти, называется «Я тебя слышу». Мы переименовывали эту картину. «Я тебя слышу». Смотрите, какие вот параллели получаются. Это ещё раз доказывает, что случайностей не бывает. Мы же специально не подбирали героя программы и к вашему рассказу. И вот вы сыграли в этом фильме, как раз там был глухонемой ребёнок. У нас девочка, которая не слышит, и которой мы очень-очень хотим помочь. 930-6384. Телефончик зелёной лампы работает всю неделю для шестилетней Ксении. Стоимость звонка – евро 42 цента. Меньше чашечки кофе. То есть все эти маленькие звонки, они собираются в очень большую и совершенно реальную помощь. А счёт помощи открыт в фонде «Биоупен», с которым мы сотрудничаем, вы его найдёте на нашем сайте и на страничке «Зелёная лампа» на Фейсбуке. И теперь давайте попробуем представить, что мы с вами находимся в Женеве, где два года назад в Женевском отделении ООН состоялась международная конференция по социальным инновациям, на которой 26 стран мира делились своими успехами в реализации социальных проектов. Вот там присутствовала Ирина Безрукова. Ирина рассказывала о своём опыте тифлокомментатора. Я уже говорила, что тифлокомментатор высшей категории. Я, правда, не знаю, что такое низший, там высший, но это, конечно, круто очень звучит. Расскажите, пожалуйста, вот мы представим, что мы там сейчас сидим. Вы уже много раз про это говорили в ваших интервью, но для наших радиослушателей, наверное, это будет довольно новая информация. Что это такое тифлокомментирование? Ну, начнём с того, что в Организации Объединённых Наций первое выступление занимает ровно 6 минут тайминг, и потом включается всё. То есть изображение, презентация и так далее. Я долго репетировала, у меня презентация на 6 минут, ровно на 6 минут. Я думаю, выложите её, может быть, в Инстаграм своём или в Фейсбук, чтобы вы видели. Она достаточно простая и очень необычная, объясняющая, что такое тифлокомментирование. Как выступила с презентацией, все страны, участники стран, которые захотели бы далее со мной пообщаться, но уже в другой день, полчаса, у меня была, естественно, презентация полчаса с примерами, какими-то отрывами, театральными, кинами, они могли прийти. И пришли представители 24 страны из 26. Ставила я на русском языке, поскольку везде есть синхронный перевод, и русский язык является одним из языков ООН. И поэтому мне не было совершенно никакой сложно общаться с публикой, кому нужно было, в наушниках переводили с разных языков, ну, вот с русского языка на разные языки мира. Что касается тифлокомментирования, что же это такое? Тифлокомментирование — это лаконичное описание места, действия предмета, если получаются подробности надежды, для незрячих. Тифлос, вводим, с греческого означает незрячий, слепой, а комментирование, ну, понятно, пояснение для слепого. Тифлокомментирование — это пояснение для слепого. Естественно, оно происходит голосом. Не так, особенно, допустим, а вот это просто аудиосопровождение. То есть приходят люди в кинотеатр и могут слышать. Да. Уже в России, ну, вот это моя была инициатива, мы уже делаем это более шести лет, у нас, в Губернском театре, вот проводится тифлокомментирование во время спектакля. Вот, обычные зрители сидят и даже не подозревают, зрячим дается наушничек, небольшая рация, и они могут регулировать звук, и если что-то пойдет не так, они могут это жестом устроенным позвать специалистов, которые заменят рацию, но так это бывает очень редко, поскольку, ну, там такая батареечка, достаточно простое устройство, и все 4 часа или 5 часов, сколько идет сентября, комментаторы комментируют не зря, что от начала до поклонов все происходит на сцене. Это очень сложно, это такой онлайн идет все, да, то есть не заранее готовится? а в кино это возможно, естественно, это чаще всего записывается. На кинофестивалях тифлокомментаторы комментируют вживую, это называется горячее комментируемое, вот, и буквально смотрят вместе с незрячими фильмами и не зная, к примеру, что там дальше, они должны комментировать там, чтобы не было никаких нахладок и ошибок. Это случат, и есть 3 категории, первая, вторая и выше. Я вот обладаю высшей категорией, то есть могу комментировать, что возможно комментировать, от театра, кино, цирка, балета, я не знаю, футбольного матча и показы много. И вы сотрудничали с фондом Дианы Гурцкая, да, Гурцкой в этом? Диана Гурцкая, она флагман. Почему? Потому что если бы она мне не сказала это слово тифлокомментирование, я никогда бы не заинтересовалась, вероятно, или просто даже бы не узнала. а тифлокомментирование знают незрячие, то, наверное, не все, но сейчас уже за шесть лет мне сделали достаточно много. Я являюсь таким человеком, меня друзья называют человеком, который домино. Знаете, вот эта история, когда стали домино, а потом одно домино падает и за ним падают все остальные. Все остальные. Ну, в общем, так получилось, что я заинтересовалась, поступила в институт, окончила его. На этом же курсе учились несколько моих коллег, с которыми мы комментируем в театре. А также мы делаем фильмы, и особенно сложные фильмы для комментирования являются жанром экшн. Экшн, конечно. Человек-паук, там за секунду времени происходит много чего, он перелетает, стреляет. Вообще не представляю даже, как вы это делаете. Сейчас мы на несколько минут перерыв на рекламу, потом просто попросим вас рассказать, а как реагируют дети, когда слышат вот это. То есть, какие-то трогательные моменты наверняка были. Пожалуйста, оставайтесь с нами, через несколько минут мы продолжим. Мы продолжаем программу «Зеленая лампа». Напоминаем, что мы сегодня помогаем шестилетней девочке Ксении Режанке собрать денежки для лечения в Питерском, в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте ЛОР, для того, чтобы она смогла говорить. Наш телефон 9306384. И напоминаю, что у нас в гостях сегодня по скайпу с нами вместе актриса Ирина Безрукова. Мы в первой части говорили о Тифло-комментировании, о том, что это такое. И попросили Ирину вспомнить какие-то трогательные моменты. Как дети на это реагируют? У нас в театре есть такая практика. После детского спектакля заранее, конечно, мы предупреждаем незрячих сопровождающих, родителей этих детишек. Детишки могут пообщаться с главными героями. И главные герои выходят в костюмы. У нас очень дорогой спектакль Маугли и шикарный костюм. Вплоть до того, что у Багиры шерстка. То есть костюм, который напоминает на ощупь шерсть кошечки. И когда приходят детишки, они начинают трогать. Они начинают павлина, павлини перья. Они начинают волка, маски волка. Это маски, маски, костюмы. Потом общаться с Маугли. Маугли, я помню, первое общение было, актёры волновались не менее, чем дети. И был такой актёр Илюша Малаков. И он опустился на колено, потому что ребёнок невысокого роста, но у ребёнка. И он на одном уровне лицо в лицо держит его за ручки и говорит, «Ты знаешь, что мы с тобой одно крови? Ты и я». И я вижу, что у ребёнка восторг и слёзы, и у Ильи ровно такие же. Потому что он понимает, что этот маленький мальчик у него очки практически ничего не видит. Ещё несколько детишек совсем незрячих, что они пришли и вот потом подошли к нему уже как к персонажу. И со временем, конечно, они были уверены, стали общаться активно и очень любят это всё. Несмотря на то, что они очень устают в спектакле, они играют несколько спектаклей в день иногда, они всегда выходят, всегда фотографируются. И, кстати, незрячие, в том числе и детки, очень любят фотографироваться. Их мама зовёт, они на голос поворачиваются, улыбаются, позируют и фотографируются со всеми участниками. Вот Вы сейчас очень важную вещь сформулировали о том, что милосердие, благотворительность, вот какие-то хорошие дела, они приносят радость тому, кто это делает. Вот абсолютно такую настоящую радость. И я как раз хотела спросить, почему Вы начали заниматься благотворительностью? Вы успешная, красивая женщина, востребованная актриса. Почему вдруг Вас в эту сторону повернуло, и Вы стали отдавать своё время тем, кому трудно? На самом деле, у меня очень не совсем простая, скажем так, жизнь, и с детства я никогда не жила в достатке или в роскоши. И я ценила всё то, что делали для меня родственники, мне передавали какие-то вещи от выросших моих родственников, мне что-то дарили. И вот каждая, вот это не может быть большая и не очень дорогая вещь, которую мне дарили, она для меня была очень ценна. Меня воспитывала и сестра, бабушка, бабушка, очень пожилая, и понятное дело, что у нас никогда не было ничего лишнего, иногда даже необходимого. И я так понимаю, что вот это красивое и большое слово благотворительность, оно звучит несколько торжественно. Да, торжественно, но слово помощи, милосердие, мне кажется, любая девочка, которая видит какого-то грязного, не знаю, блохатского, красного в дом, втайне от родителей, пытается его отмыть, накормить и спрятать под кроватью, но он, естественно, выражается в подходящий момент, это уже благотворитель. Просто это идёт от сердца, когда есть такой посыл. И в целом, когда что-то делает в ней работа и видишь, что это помогло, ты испытываешь невероятное чувство такой вот радости. И кто-то сказал, что благотворитель — это человек с повышенной степенью эгоцентризма, потому что получает удовольствие. Ну, наверное, да. В чём-то это правда. Да, и вот это не какая-то купленная вещь, даже очень дорогая, которая, ну, через полгода, через год вообще уже не приносит радости. Это что-то сделанное такое, особенно это касается жизни, здоровья и именно правильного детского развития. Вот когда ещё не было фонда «Подари жизнь», начал Пан Хаматова и Диночка. они мне позвонили и пригласили прийти в больницу, в браковое отделение, да, в больнице. И я пришла, это было более 12 лет назад, ещё не было фонда даже, и только просто собирали какие-то средства культурными методами. Учил Пан Хаматова маленький ребёнок, и она сидела в своём подъезде на подоконнике и обзванивала всех на первый концерт. Я пришла в клинику, увидела этих детей. Мне было непросто, но мне сказали, что нужно держаться, потому что дети не хотят видеть утручённые и испуганные, они хотят радоваться. И я собрала в себе своё хоть я и женщину мужество, пришла, увидела этих детей лысеньких, влевненьких, запертых в боксы. Вот сейчас очень многие люди, находясь в квартире на самой залёте, могут понять, как это, но только деткам ещё нельзя открывать окна, там всё миленько, то есть они всё время находятся в запертии, два-три месяца, иногда больше. У них огромные, кажется, глаза, они лысенькие, они глаза на всё лицо, грустные, печальные и они бледные-бледные. Иногда цвет кожи просто зеленоватый даже. И когда они оживляются, когда по их мамам видно, что ребёнок вдруг, он берёт эту капельницу, которая там на колёсиках катит к этому окну бокса, потому что у него капельница всё время стоит и капает, 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 это химиотерапия. И он там начинает разговаривать, он что-то там общается, и врачи говорят, что учитываются анализом. Вот это и есть маленькое чудо человеческого общения, вот которого сейчас очень многим нам не хватает обняться, пожать руку, посидеть вместе и смеяться. Я уверена, что после окончания карантина в Москве он очень плоский и до сих пор все, наверное, вы знаете об этом. Я думаю, что мы с огромной радостью будем больше гулять, чем ездить в машинах, и предпочтём пройтись пешком и поговорить, чем сидеть где-нибудь долго в помещении. Ценишь невероятные вещи. Я когда идут в магазин, разглядываю по пути каждую травинку, которая мне попадается, каждый листочек, вот сирень, сначала листочек, потом уже зависть, теперь уже цветы, дождь пошёл, я стою в лицо, подставляю в дождюк, капаю на маску, на очки, и всё это такой вот капельки, фотографирую это по пути. Ценишь всё иначе, и воздух другой, запахи другие. Я открываю окна, но всё мастерство холодно, 8-12, плавно, дожди, грозы, и всё равно я открываю, одеваюсь с тем, чтобы вот был винтер, и переодеваешь, когда чего-то тебя лишают. Вообще, мне один знакомый ему сказал, как сделать счастливое. Сначала нужно у него что-то однять, а потом вернуть. А потом вернуть. Ирина, давайте напомним, что вы за вашу работу тефлокомментатором получили награду недавно, награда, это называется «Звезда театрала». Самая последняя «Звезда театрала» это очень почётная премия. Это премия за лучший социальный проект в театре. Я только в Москве более 60 лет, 250 театров вместе с театром в театре. Вот здесь странное гранитозное количество и большая честь получить премию театрал в этом месте. Мы вами гордимся. А ещё очень потрясающая у вас премия есть. не премия, а награда имени награда Сергея Радонежского. Это была первая награда. Как получилось, что Московский губернанский театр относится к Московской области, хотя находится территориально в Москве. И мэр Московской области, всеми очень уважаемый Андрей Юрьевич Воробьёв, действительно очень много сделал, в области живёт моя сестра. И она говорит, мы вам Воробьёву не отдадим. Самый лучший элемент, потому что там просто потрясающе, что происходит. Но действительно очень много хороших людей. Андрей Юрьевич был у нас на первом тестовом показе. я комментировала спектакль Пушкин, Владимира, Анна, Гвардская, СМИ, это был пресс-показ. Мы хотели провести обычный спектакль с тем, чтобы зритель не отбирался ни на фотограф, ни на камеры, ни на какие-то там речи, а просто пришёл на спектакль, сел, и вместе со всеми, незрячие зрители, они используют слово «смотреть», посмотрел спектакль. И когда я комментировала первые какие-то несколько сцен, которые были сыграны специально для пресс-показа, Андрей Юрьевич поднялся наверх, в картинку тихо-комментатора увидел, как нам всё устроено. И потом, спустя какое-то время, он так впечатлился, что было принято решение, не им одним, конечно. Я думала, что мне дадут какую-то очередную грамоту, у меня очень любят всякие грамоты, от первых леди государства за благотворительность, за другие проекты. Ещё за что-то я приеду и возьму какую-нибудь уважительную грамоту и смотрю. И я вижу, что объявляют, объявляют, люди выходят в рождение за грамотами, потом за какими-то знаками, уже небольшими, за какими-то подарками. И я понимаю, что время идёт, а меня не приглашают. И думаю, ну, наверное, что-то идёт не так. Я рассчитывала на грамоту, и вдруг в конце объявляется, а теперь сам вышел о высшем награде московской московской опыте. Он Сергея Радонежского вручается. Ну, тут, я думаю, точно не мне. И он вдруг называет мою фамилию. Я растерялась. Я вышла, это очень красивый знак, на ленте такой георгиевской. Красивый. Это дорогого стоит. Потому что признание, оно очень важное. Это как даже инфоповод для того, чтобы рассказать ещё раз об этом. что многие мои коллеги и незрячие журналисты знают эти комментирования именно от меня. Случилось, что очень многие люди хотели что-то стронуть, что-то сделать, но они не были так медийны. И вот есть узнаваемость, когда ты можешь донести что-то до людей. И это тоже радует, потому что к примеру, у меня нет больших денег, кому-то помогать регулярно или много, не знаю, помочь половине планеты, но я могу своей популярностью под пример. Влечь внимание, да. Но что касается благотворительности, я если призываю, допустим, кому-то помочь, я сама делаю перечисление, потому что мне кажется, что нечестно. Ну, это моё мнение личное. Я никого не сподвигаю, потому что иногда, потому что мне кажется, что если бы, я не знаю, такие известнейшие люди в нашей стране, не знаю, допустим, как Алла Борисовна Пугачёва захотела сделать сбор на лечение, то он собрался буквально за несколько часов. Достаточно популярно. есть же, комментируя, да, и в Инстаграм, и в Фейсбук, люди, есть люди, которые никогда не помогут, но, да, есть такая категория людей, поскольку они не верят в то, что это возможно, то есть, что деньги пойдут туда, куда надо. Я понимаю, мы тоже несколько раз обжигались, теперь мы знаем, как правильно перечислять, как проверять информацию, и мошенникам мы не помогаем, естественно. Есть люди, которые просто приходят и говорят, а сама ты сама. И фонд в жизни регулярно присылает мне письма с благодарностью за помощь тому или тому ребенку. Я стараюсь 10% у своих заработков отправлять благотворительным. А очень большая, конечно, самая награда, когда видишь, что ребенок, которому врачи там сказали, он безнадежен, и отправили маму с ним домой, и проходит там год или полтора, и этот ребенок встает на нож, начинает ходить, или он начинает говорить, или начинает... Мы видели таких историй за 4,5 года очень много. И, в принципе, наши вот все герои нашей программы это очень мужественные люди, которые... Они борются, они борются, это очень-очень важно. Ирина, вот давайте, у нас времени уже все меньше остается. Вы сказали про детство фразу, да? Вот я хочу все-таки к этому моменту вернуться по двум причинам. Во-первых, вы недавно прямо перед карантином участвовали в фильме, который, наверное, еще продолжится «На круге», да? Он сейчас на паузе, этот фильм. Да, он сейчас на паузе, да. Который посвящен священнику, священномученику, святому, Николаю Попову. Это святой Донской земли. И, в принципе, это ваша родина, да? То есть у вас съемки? Съемки. И по условию проекта продюсер рассказал, что он хотел бы, чтобы большая часть главных героев была именно или казачество, или родная из Дона. Я родная из Дона, и меня пригласили на кастинг. Я пришла, пробовала с главным героем, и нас обоих утвердили. Андрей Мерзликин играет как священника, да, а я играю реальный тоже персонаж, реальная женщина, его супругу, матушку Зинаиду, Ну, там просто созвездие. Там и певцов играет, и Башаров, и Нина Русланова, да? И просто, наверное, какое-то будет... Умное количество известнейших людей, да. А расскажите, пожалуйста, в двух словах вот об этом человеке, об этом герое. Это не самый известный, святой, но, в принципе, после фильма, наверное, люди узнают. Да, это важно очень. Вы знаете, речь просто о геноциде, на самом деле. Я сама, хотя я родом с Дуна, но кто бы мне рассказал в школьное время, не знала о том, что был геноцид казачества. Вот все знают о геноциде родных народов, армян, да, очень многих. Но никто не знает, что это казачество. Интересно, люди поделились на несколько лагерей, и те, кто жили в соседних дворах, становились врагами. Становился красным, кто-то за красным, кто-то за гор. Священник, к тому же, обладал знаниями в медицине, и он лечил людей. людей, и несмотря на то, что закрывали храмы, все равно людей приглашали, по-прежнему это делалось, может быть, неявно. Он приезжал, и кроме того, что он все свои службы отправлял, он еще мог помочь как доктор. И он зародизился тифом, и болел, да, болел три месяца лежал вне сознания, жена или дочь ухаживали за ним. И понятно, что, чтобы его лечить, нужно отправить его в город. И отправляя его в город, жена даже не знала, что он не вернется. Но не вернется он не потому, что его не вылечит, а потому, что его погубит. Есть такая сцена в фильме, мы ее еще не снимали, когда она лежит на телеге, там все устроено, когда она не прощает, плачет, она ждет, смотрит, когда уезжает, телега в точку превращается, она запрыгивает на коня и скачет, она видно, что-то чувствует. Женщина обладает невероятной интуицией, и она на коне догоняет эту тему и какое-то время общается верхом, спешивается и так далее. В общем, это непростая история. И матушка Зинаида очень много хороших сделала дел, потому что было много беженцев и больных, и в том числе она ухаживала за больными, спустила в свой дом совершенно чужих людей, расположила я живем в какое-то время. Читала, что во время съемок вы просто там окунулись в этот быт казачий, и даже подсолнухи там сажали и песни пели. Какая песня у вас любимая? У меня много любимых казачьих песен, много. Мне нравятся песни, они для меня, мне многие нравятся, но там был именно фольклорный анстамбль, и там реальные бабушки, которые поют, и вот мы выучили по два-три куплета, потому что кино такая хитрая вещь, есть у актера крупный план, и вот когда его показывают, именно видно артифляцию, что он поет или попевает, дальше камера уходит и может хор петь. И мы выучили по несколькам таких вот куплетов с припевами и пели аутентичные казацкие песни, которые малоизвестны, вот это куда интересно. Ирина, ну вот учитывая ваше донское детство, вы на коне скакать как? Можете? На самом деле я жила в городе, я городскую житель. Я такой человек, вообще человек мира. Что касается моей национальности, по национальности я украинка, и до сих пор я общаюсь, дружу и снимаюсь на пляже. Вот, я не привыкла, в Украине, мне это неудобно, поскольку я из Советского Союза. И что касается моей бабушки, она не была состоятельной, она из деревни, из-под Харькова, из села. и там у нас была коза, козу я доила, естественно, такой, куры, кролики, ну, всё, что нужно, любая живность, да, и обычный сельский быт, самый простой. Но лошади не было, и я всегда видела, когда кто-то наверху на конях, или вот, когда делают украинские хаты, то месят навоз конями, и сидят где-нибудь наездники, то есть всадники на этих конях, и вот эти лошади ходят по этой глине, вот этими копытами её разбивают. И я как-то подруге своей сказала, вот если бы он только слез и отвернулся, или не отходил, я бы села и ускакала. Но повезло мне такая профессия, я научилась ездить верхом для картинин на графине Дамонсаро, и несколько раз повторяла в качестве поездки и хотела бы, конечно, к этому вернуться. Я не самый смелый человек, но что касается верховой езды, если будет спокойный конь, я готова опять позаниматься. Это здорово. Но насчёт не самый смелый человек я бы усомнилась, поскольку нам известны ваши проекты Форт Боярд, вот этот знаменитый, где там чего только не было, что у нас потом последний герой шоу, где вы участвовали, что у нас зависла связь. Перезвонить, может быть? Я вас вижу прекрасно. Видите, а у нас немножко завезу. Вот, и да, вот этот вот последний герой, когда вы участвовали, актёры против экстрасенсов, и вы похудели на 8 килограмм, нам известно, питались горсточкой риса. Что самое трудное было? Это очень смело вот так поехать на остров, остаться там. Одно из самых сложных было отважиться. Директор мой разговаривал со мной несколько раз. Я, как говорила, я не спортивная, я старше всех, кого хотят взять в этот проект. Я не уверена, что я могу быть там полезной, я не уверена, что я справлюсь. Я действительно отдавала себе отчёт, посмотрев предыдущие проекты, как это непросто. Я смотрела американские проекты, израильские, с тем, что были какие-то, как говорят сейчас, лайфхаки, которые мне очень пригодились. Но, говорив с Настей Задорожной, она участвовала в подобном проекте, и с Аленой Сверидовой, они мне рассказали все хитрости и сказали, ты знаешь, этот опыт невозможно получить нигде и никогда, только там, на этом проекте. И я согласилась. Самое сложное, наверное, это была первая ночь и первое утро, когда ты спишь на пляже на песке, вечером холодно и ночью прохладно, достаточно, присыпаешься весь в рассе, и первое, кого ты видишь, это оператор и его камера. Покупаешь в глазах, есть такой измотан, неуставший, первый день очень тяжело нам всем дался, вымокли, мы плыли к этому острову, мы не успели развести костер, у нас не получилось, наступила глубокая ночь и темень страшная. И мы просто попали, что называется, спать и первое, мы увидели, вот, хорошо тебе, плохо тебе, тяжело тебе, выбиваешься ты из силы, жара плюс 50 на солнце, а ты два часа или четыре соревнуешься в этой ситуации. Я думала, что просто невозможно и физически, и когда эмоции у людей вдруг нервная система не выдерживает, но самое сложное это находиться в каком-то внутреннем эмоциональном балансе. Ну, на 90% мне это удалось, я считаю, может быть, более, чем многим другим. Потому что я понимала, как всем сложно и давала большую скидку людям на то, что им надо куда-то это, ну, они не могут в себе это держать. По отношению ко мне не было никогда никаких приятных моментов, наоборот, конкуренты прибегали тихонечко мне жаловаться, а что-то вдруг у них там совсем непросто всё. Ну, мы даже читали, что вас ангелом называли, да, ваши коллеги? Они мне подарили в конце проект медный браслет, такой простенький совершенно, а внутри дело в том, что у наших ребят у некоторых появились прозвища какие-то, и было выгравировано внутри, гравировочка такая простая совсем, как кого кто называл. Ну, в общем, смешные названия. И я думаю, интересно, а что же там? Я поднимаю этот браслет, смотрю на него, а там написано по-английски ангел. И я чуть не расплакалась. Да, очень, очень трогательный, деталь. Ирина, к сожалению, наша программа уже подошла к концу. Мы благодарим вас за рассказ, еще очень о многом хотелось бы спросить, но мы надеемся, что мы повторим как-нибудь, да, эту беседу, потому что вопросов... Я даю всем привет, благодарю Елену Бомбину, супругу Михаила Николаевича задорного за то, что она нас... Вот ее лампа тут стоит с нами рядом, да. Мы очень рады вас видеть, рады. И с любовью отношусь к вашей стране и к всем ее жителям. Я люблю и часто бываю и в Риге, и в Юрмале, и собираюсь еще поездить, и надеюсь, что со временем мне это удастся. Спасибо вам большое и всем хорошего дня. Телефон 9306384 работает всю неделю для шестилетней девочки. И желаем вам радости и хорошей весны. Спасибо, Ирина.